Приветствую вас, поскольку всё, что у нас есть, это ваш текст, да, который вот вы, ну, написали, вот, поскольку всё, что у нас есть, это ваш текст, то я полагаю, что вы отдаёте себе отчёт в том, что ориентироваться мы, и в частности я, буду именно на него, на текст, который вот вы написали. Там, кстати, единственное, что есть у нас, вот, значит, смотрите, смотрите, а, значит, во-первых, вы пишите АПЛ, что понимаете, что это дурка. Ну, если я ничего не путаю, то дурка это клиника, да, клиника. Дурка это болезнь, это, собственно, психиатрия, вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь, здесь, вот. И пишите вы о том, что вы не знаете, как это вылечить. Вопрос к вам. А должны ли вы знать, как это вылечить? Ну, вообще. Просто. Должны ли знать? Откуда вы должны знать, как это вылечить? Если вы медик, если вы обладаете определёнными ресурсами, да, только вот, ну, сейчас до этого дойдём. Вот. Тут ваша позиция, она выглядит несколько странно. Ну, если дурка, если дурка, как вы, как вы говорите, если дурка, то логично, наверное, предположить, что вам нужно обратиться к врачу. Чтобы именно врач и именно врач вам помог. Потому что это может сделать врач, если вы считаете, что у вас дурка, именно дурка, если вы считаете так. Понимаете? Какая история. И в этом смысле ваше отношение к себе вызывает чувство, что вы, ну, может быть, предвзяты в некоторой степени. Может быть, вы склонны накручивать себя. Может быть, есть что-то ещё. Понимаете? То есть, это, по сути, вопрос ответственности. Вопрос ответственности именно за себя. То есть, вот, есть, есть я, да? Есть я. И вопрос в том, насколько я отвечаю за, допустим, свои слова. Да? Вот, насколько я отвечаю за то, что, например, говорю. И если я, допустим, это говорю, да? То есть, если я говорю, например, что у меня там вот дурка, да? Допустим. Допустим. Вот. Что, что я реально готова сделать для того, чтобы, ну, ну, вот, ну, ситуацию, да, выправить. Готова ли я что-то сделать для этого? Или я говорю, что у меня дурка для чего-то другого? Ну, какая-то другая цель есть у Apple. Понимаете? Я опять же, я вас не обвиняю. Я вас не обвиняю. Просто хочу, чтобы вы для себя вот эти моменты как следует выделили. Да? Да. Дальше. Так. Ну, что, недавно я спорю обаясь спать. Появляется неясная тревога, дискомфорт. Ну, смотрите. Что знает о... Что знает психология, да, как наука о страхе? Как наука психология знает о страхе то, что если человек что-то боится, чего-то боится точнее, что ему это выгодно для чего-то. Это ему зачем-то нужно, если человек боится. Наука психологии говорит, что страх объясняется человеком с точки зрения приспособленчества. То есть я говорю себе, что я боюсь спать, например, но в действительности я себе запрещаю что-то другое. Что-то другое. Сейчас я об этом тоже скажу. Я просто хочу, чтобы вы перестали, пока что, вот, пока что, да, чтобы вы перестали думать о страхе, да, своём. Как именно о страхе сна. Ведь во сне ничего страшного произойти не может. Я полагаю, что вряд ли вы будете с этим спорить. Вот. Ну, правда. Что может во сне произойти страшного? Ничего. Но, вы боитесь? Чувство реальное? Реально. Как вы себе его объясняете, этот чувство? Вопрос? Вопрос. Вот об этом и пойдёт дальше речь. Значит, появляется неясная тревога и дискомфорт. Неясная тревога и дискомфорт есть по сути своей ничто иное, как сигнал. Это сигнал о том, что вам чего-то не хватает. Вам что-то нужно, вам что-то хочется, вам что-то, вы в чем-то нуждаетесь и так далее. Но, вы этого не получаете. Тревога и страх – это нормально. Это сигнал вашего подсознания к тому, что что-то пора менять. Что-то пора корректировать. Но, вы… Вы себе это запрещаете. Вы как бы говорите себе «Нет, у меня не должно этого быть». «Ты что?» – говорите вы себе. Как ты можешь бояться? Как ты можешь вообще, там, позволять себе бояться, да? Вот. Да ты же, там, должна, там, делать что-то, то-то, 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 то-то. Понимаете? Вот. Поэтому, тревогу и дискомфорт нужно исследовать. Да? Вот давайте, применим здесь, например, телесно-ориентированную методику. Значит, вот тревогу чувствуете, да? Что хотите в этот момент. Вот. В чём вы нуждаетесь в этот момент для себя? Ведь очевидно же, что всём-то нуждает, чего-то хотите. Правильно же? Правильно. А чего хотите? Что нужно-то вам в этот момент? Подумайте. Чего тело хочет? Вот что по телу идёт? Что чувствует? В теле? Понимаете, какая история? Это тоже важно. Это всё важно на самом деле. А пока вы расщепляетесь. Вот есть я и тревога и дискомфорт, которые вообще не мои. Есть страх. Страх удочия. Там и так далее. Это всё тоже не моё, Юля. Ко мне это не относится. Да? Так, наверное, вы думаете? Раз вы себе уже диагноз поставили в СД. Кстати, а вы откуда... Ну, откуда вы себе такой диагноз поставили? Дальше. Немного о себе. Профессия медика. А медик это, ну, что вы врач, медсестра, то есть, что конкретно медик. График работает суточный, но в плане нарушения ритма для меня это никогда особо не... Меня это особо никогда... не напрягало, тем более, что я сала. С основным, как таковых проблем не было никогда, но вот недавно я перенесла простой вот сильный сухой кашель. Наверное, на очень случае супридов такого кашель, кстати, который мне показалось, что я задыхаюсь. Ну, смотрите. Вот... Знаете, как говорят специалисты по НОП? НОП. Да? Вот они говорят... Примерно так. Что... Вот... Просто вы... Испытали сильное эмоциональное потрясение. В этот момент. В нужный для себя момент. И из-за этого стали... так вот бояться. Ну, вам просто один-два сеанса, всё это через НЛП, гипноз... Снимут. Снимут. И... Проблем... Вообще не будет. Вот. Вот. Но... Вы же понимаете. А... Ну... Я надеюсь. 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 Я надеюсь, что вы понимаете... А... Что... Кхм... То, что пережили вы... А... Переживает не только... Не только вы. Что здесь и... Собственно... А... Другие люди. Которые переживают то же. Ну... То же самое. Что и вот. Но у них этого не возникает. Таких... Реакций. А у вас возникло. Это говорит о том... Что... По некой причине... Для вас... Это... Актуально. Чем... Актуально? Почему... Акту... Актуально? Вот это... То... Что нужно исследовать. Понимаете? Это то, что нужно исследовать вам. Да? Вот. Ну... Я сейчас об этом... Об этом тоже скажу. Более попробую. А вам... Здесь... Нужно для себя решить... Такой момент. Вы двигаетесь... В... Направлении... Чего? В направлении... Допустим... Лично-ориентированной... А... А... Терапии... Или... В направлении... А... 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 То есть хорошего и плохого метода здесь не было. Ладно, чтобы вы выбрали. НЛП гипноз снимает причины, снимает симптомы, но не убирает причины. Симптомы сняли, причину не убрали. Личностно ориентированный подход, ну скажем так, более клиента, клиента ориентированный подход в большей степени работает с причины, в меньшей степени работает с симптомом. Из-за чего процесс занимает время, времени больше, но зато результат, результат зато тоже, соответственно, такой более устойчивый, скажем так. Вот. Понимаете, да? О чём идти спричь? Смотрите, у вас, ваши реакции, ваши реакции на то, что вы испытали, есть что-то ваше собственное, понимаете? Есть что-то ваше, что-то такое, что послужило причиной для того, что вы используете это, используете это, для поддержания определённой модели поведения. Вот. Я, конечно, не знаю для чего конкретно, потому что, ну, понятно, да, что это нужно исследовать. Вот. То есть, возможно, возможно, вы работаете на износ. Допустим. Возможно, работать вам тяжело. Возможно, вам некому, возможно, вас некому поддержать. Возможно, вам чего-то не хватает в жизни. В той жизни, вот, которую вы выбрали для себя. Сами. Да? Сначала. Возможно, есть какая-то неудовлетворённость. И вы подсознательно вот эту ситуацию используете для реализации этой самой своей потребности. Потому что такова природа человека. Если потребности есть, если желания есть, если конфликты есть, которые, вот, у вас имеют место быть, но вы на них никак не обращаете внимания никакого, то, соответственно, это состояние будет поддерживаться. И здесь, здесь, даже если, вот, даже если вы, как бы, как через НЛП избавитесь, ну, допустим, допустим, вы избавитесь от симптомов, то проблема, сама по себе проблема, да, она останется, она никуда не уйдёт. Ваша проблема, она будет с вами. Странно. Вот. Эмм. Эта проблема будет с вами. И то, что, эммм, значит, вас сейчас беспокоит, да, вот, то, что вас сейчас беспокоит, это кульминация. Кульминация тех конфликтов, которые у вас были, были и, возможно, есть. Дальше. Давайте смотреть дальше. Вы говорите, значит, одна же ночью случился приступ такого кашла, в результате которого мне показалось, что я задыхаюсь. Поскольку вы говорите, что у вас нет страха смерти, а именно боясь замкнутого пространства, как будто стены давят, да? Ну, соответственно, для вас это породило некое чувство. Чувство. Вот в момент, когда вы болели, в момент, когда внешние регуляторы, внешние контролирующие факторы, значит, исчезли, вы испытали, испытали определенное чувство. И вот это определенное чувство, да, как это вот не странно, да, звучит, вот это определенное чувство, оно как раз таки и вызывает у вас чувство страха. Я так вот предполагаю, я так думаю. Только вы себе это чувство, а значит, и желание, стоящее за ним, запрещают. Что это? Потребность быть слабой. Потребность в, ну, может быть, в свободе какой-нибудь. Или, может быть, что-то еще. Я, конечно, этого знать не могу. Но я полагаю, что проблема кроется именно здесь. В том, что вы в себе, в себе, в том, что вы в себе активно вытесняли. Вот. Да? Вы в себе это активно старались вытеснить. Вот. Вы это, собственно говоря, успешно вытесняли. И пока не случилось вот это событие, которое выявило проблему, выявило противоречие, выявило трудность, ну, вашу трудность. А вы ее не готовы признавать. И что получается, когда вы боитесь? Когда вы боитесь, вы по сути, по сути, просто сохраняете статус-статус-кво. То есть вы как бы говорите, а, ничего не происходит, я просто боюсь. Я боюсь, там, у души. А в действительности что происходит? В действительности происходят какие-то более глубокие процессы, которых вы не знаете, ну, в которых вы себе не отдаете отсчета. Вот. Лучше, наверное, так будет сказать. Вот. Дальше. Так. Sony, естественно, как ветром сдуло. Ну, правильно, потому что тревога, беспокойство, новое чувство, которое вы себе запрещали. Проходило кругами почти до утра. Так, ну, здесь позиция шерфа. То есть, снятие ответственности. Неделю были проблемы с горлом, неделю я толком не спала. Ну, соответственно, тут, опять же. Вот, подумайте. В сложных ситуациях для вас, которые вы себе по той или иной причине запрещаете. То есть, считается, что это вот, ну, этого вообще быть не должно. Да? Вот в сложных для тебя ситуациях, как вы ведете себя? Что делать? Именно в сложных, именно не в тех ситуациях, где, ну, где требуется принять решение. А именно в ситуациях, где необходимо, необходимо преодолеть некий запрет. который, может быть, ну, имел место или имеет место. Вот. Так, наступление вечера накрывает какая-то неясная тревога и страх. Правильно. В наступлении вечера, когда социальные блоки спадают, контроль освобивает, вы начинаете давать волю своим чувствам. Хотите, чтобы ваш страх прошел? Наверное. Тогда проанализируйте, вот просто возьмите и проанализируйте, какие конкретно, какие конкретно чувства вы себе подавляете и на каком основании, да, то есть, почему, ну, что толкает вас этот дьявол. И где вы этому научились? Аргумент. Вот. Понимаете, по чему мне речь? Вот. Вот проанализируйте, какие чувства вы себе подавляете, каким чувствам вы не даете волю. Я уверен, что, когда вы столкнетесь с этим вопросом, вы почувствуете то же самое, то же чувство тревоги, которая у вас есть сейчас. Дальше. Так, боясь замутого пространства. Почему боясь? Потому что замутое пространство, это не свобода. Не свобода означает вынужденное, вынужденное стремление к ограниченности. Вот и всё. По сути. То есть, получается, что вы себя по жизни ограничиваете в чём-то. До поры до времени всё было хорошо. Потом случилась болезнь, вы, соответственно, наверное, знаете, как это было? Я думаю, что в детстве, когда вы болели, на вас больше внимания обращали родители. Было такое? Вот такой симптом, ну или что-то типа. Да, то есть, не обязательно, чтобы прям вот откровенно, но что-то такое. То есть, вот просто важно вспомнить, чем была болезнь для вас в детстве. Вот, просто болезнь, чем она была для вас. Знаете? Вот. Это нужно вам. Да? Вам это нужно. Для себя. То есть, чтобы вы, чтобы вы сами-сами увидели, с чем это связано. И тогда всё, в принципе, я думаю, потихонечку-потихонечку будет восстанавливаться. Ну, в понимании, да? Вот. Ну и, соответственно, сон у вас стреливистый, просыпаешь. Вот. То есть, это, соответственно, тревога и невозможность расслабиться. Потому что чисто-то они бунтуют, чисто-то они дают о себе знать, о каком расслаблении идёт речь. Вот. Вот. Есть вопрос к вам. Готовы ли вы менять свой образ жизни? Готовы ли вы подвергать сомнению те постулаты, по которым вы живёте? Готовы ли вы переоценивать ценности, которым следуете? Если да, у вас очень хорошая перспектива. Если нет, и вы ищете просто избавление от этого чувства, то будете периодически сталкиваться с определёнными сложностями в своей жизни. Если не с таким страхом, то с болезнью, если не с такой болезнью, то с чем-то ещё. Потому что всё равно проблема, она даст о себе знать. Вот. Я не отрицаю того факта, что могу быть не прав. Потому что слишком мало текста, слишком мало информации о вас, и я допускаю, что всё может быть совсем не так. Но, тем не менее, тем не менее, как бы, генезис проблем, он в принципе одинаковый. У всех. И у вас в том числе. Вот. Единственное, что каждый выбирает для себя сам. Исходя из, ну, на самом деле из разных аспектов у человека исходят. То есть кто-то воспринимает, там, помощь, например. Как вот такое же лечение наподобие врача. Вот. Кто-то воспринимает это. Побыстрее сделать и забыть. Вот. То есть тут, как бы, никого винить не в чем. Вот. Но, поскольку жить вам, то, соответственно, решаете вы. Вот. Вот. Ну и обратите внимание, что вы не задаете вопрос. То есть просто вот вы высказались, вы пожаловались и всё. Понятно. Понимаете? Понятно, что вы хотите избавиться от этого страха. Понятно, что вам некомфортно. Это понятно. Понимаете? Это понятно. Понятно, что вам тяжело. Понятно, что вы хотели бы, чтобы этого не было. Всего. Это понятно. Понятно. Но. И вы поймите. Что отсутствие вопроса. Отсутствие вопроса. Ну, это говорит об определенной вашей позиции. Вот. Это позиция, которая заключается в том, что, ааааа. Хочу ли я проблему-то решать вообще? Или нет? Надо мне проблему-то решать. Как я её хочу решать? Что я готова сделать? Для того, чтобы её решить? Проблему. Вот. Готовы ли я вообще что-то делать, чтобы её решать? Проблему. Понимаете? Какая штука. И это всё вам вот нужно для себя определить. Ааа. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по поводу вашего вопроса. Ну, вот, настолько, насколько, ну, настолько, насколько вообще, это вот, можно сделать, да, исходя из вашего текста. Вот. Вот. Могу предположить, могу предположить, что ваша мама была такой вот, достаточно жёсткой, вот, женщиной. Могу, вы, как бы, подавляли многое в себе. Могу предположить. Вот так. А папа был у вас наоборот. Таким. Папа был, мама подавляла в себе, но она была такой очень строгой, строгой, да, такой волевой. А папа, он тоже себе подавлял, он это делал больше, там, с обидой. Вот. Ну, это, понятно, чисто предположение, вот, вот, как бы. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот. Тут могу предположить, что кто-то из ваших родственников, ааа, значит, ааа, так же, вот, не скучил свои желания, и, в итоге, это вот, привело, ну, приводило к тому, к тому, вот, собственно, ааа, к тому, что, в итоге, была боль. И страдания. Вот. Ну, у них. Как бы. Понимаете, да? В чём я тоже. Вот. Вот так. Это то, что вам можно сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Используем. Продолжение следует...